всем всем доброго денечка сегодня хочу закончить мандалу которая начинала в прошлом и тире используя здесь акварельные краски и акриловый контур эту часть сделали в прошлом эфире и сегодня постараюсь закончить конечно не знаю получится или нет потому что осталось больше половины пока только маленький кружочек закончен ну посмотрим торопиться некуда процесс идет постепенно потихонечку и делаем все в удовольствие краски здесь акварельные но лучше конечно использовать акриловые они не так и растекаются с акварельными по дереву довольно таки сложновато работать и и и Субтитры создавал DimaTorzok Если по-быстренькому закончу вот с мандалой и еще время останется, то тогда займусь подготовкой для декупажа. У меня тут заготовочки стоят, их загрунтовать нужно будет. Субтитры создавал DimaTorzok Добрый-добрый день, Александра! Здравствуйте! Хорошего вам дня! По вашему совету пошла заканчивать мандалу в эфир. Воспользовалась вашим советом. Кисточки сейчас такого плохого качества, что попользовалась ей один раз и уже она вот болтыхается вся. Голубого мало. Сейчас голубенький цвет добавим. Как-то голубого, синего, небесного цвета совсем нет. Приходится очень потихоньку работать, потому что акварель очень сильно растекается по дереву. Все-таки лучше акварелькой рисовать на бумаге. Здесь лучше акрил, но следующую, наверное, работу уже акрилом буду. Потому что у меня еще три мандалы, их четыре в наборе было. Поэтому есть еще с чем экспериментировать. Что-то тут столько дел навалилось. Хотела чаще выходить в эфир и расписание составила. Но тут получилось не из-за дел не выходила в эфир, а из-за того, что у нас были проблемы с электричеством. Как вечер, у нас отключают электричество. И это вот было на протяжении полутора недель. Ой, да, а у соседей генератор, то есть это... Электричество нет, ничего дома не поделать. А соседи, так как у них генератор и большая мощная музыкальная установка, они опять полночи в караоке пели. То есть это... Я уже знаю весь их репертуар, все. Ну а так, если что, у меня две татуировки есть. Просто их не видно. Одна цветная, а одна черно-белая. И причем я их сделала не по молодости, по глупости, а уже после 30... Наверное, 4-х лет первых 34, потом где-то лет 37 сделала. То есть так, что у меня есть. И это могу психануть и сделать. То есть это было не для красного словца. Причем я их делала не с психу, то есть это у меня было осознанное решение. А на лысо, конечно, вряд ли побреюсь, но вот сейчас еще на канале вы меня не видели. Иногда, раз в год, периодически я заплетаю афрокосички. То есть разных цветов. То есть это у меня тоже бывает. Но очень удобно. Прям вот сильно удобно. У меня волос тонкий, очень трудно расчесывается. А косички заплел, и полтора месяца ходишь спокойненько, не напрягаясь абсолютно. Что иногда я меняю кардинально свой внешний вид. Но тут это под настроение. Сейчас мне главное, чтобы Вега выздоровела, чтобы все щенки здоровенькие были, чтобы все хорошо. То есть пока не до косичек и не до туировок. А потом все возможно. Причем могу в один момент проснуться и все хочу вот это. И буду уже искать мастера. Потому что все-таки Краснодар для меня новый город. Тут я ничего не знаю. У меня тут нет ни знакомых, никого. То есть ни мастеров, ни по татуировкам, ни по косичкам, афрокосичкам. Здесь мне нужно все искать новое. И вот сейчас у меня ногти такие вот короткие и не крашеные. А вообще обычно у меня ногти, причем свои, но покрываю их гель-лаком у мастера. И такие сантиметра полтора, наверное. А тут может старею, конечно. Что-то косички не делаю, ногти не делаю. Может просто надоело. Такое у меня тоже бывает. Ну и конечно сейчас еще и самое главное, конечно. Ну не самое главное, но одно из главных критериев, что на собак очень много денег уходит. То есть прямо очень сильно. Последний раз говорила, там вся на канале. С Вигуськой съездили. УЗИ, анализы, плюс лекарства 6000. То есть. А вот 9 нужно будет, 8, 9 или 10. То есть я позвоню у врача, уточню. Там еще нужны будут деньги. То есть снова на УЗИ. Снова на анализы крови. То есть, ну здоровье собаки дороже. Я хотела себе зуб сделать. У меня передний зуб рассыпается. Так что скоро буду как заяц с двумя зубами передними останусь. Ну я-то подожду, а собака-то нет. Так что тут нужно выбирать. Я выбрала собаку. Так что. Ну все хорошо, это я не жалуюсь. Просто рассказываю, что у меня происходит сейчас. Все это жизнь. Не зря есть пословица. Хочешь насмешить Бога, расскажи о своих планах. Только одно запланируешь. И оп. Обстоятельства изменяются. И приходится все менять, все планы. Даже, например, я не собиралась проводить зиму в Краснодаре. Но сейчас вот остаюсь в Краснодаре и буду уже зимовать здесь. Так что. Планировала одно, а получается немножко по-другому. Ничего страшного. Человек такая скотина, что он ко всему приспособится. Было бы желание. Если что-то кому-то интересно. Всем, кстати, здравствуйте, кто присоединился. Доброго вам дня. То спрашивайте. Что смогу, то отвечу. Что смогу, то расскажу. Что не знаю. Честно скажу, что не знаю. Сегодня я дорасписываю мандалу. Не знаю, конечно, получится у меня и всюду закончить или нет. Но посмотрим, сколько получится. Потому что у меня сейчас четыре маленьких спиногрызика. То есть четыре взрослых собаки и кошка. Кошка не моя, а здесь местная. Но которая живет сейчас на моем попечении. И четыре щеночка маленьких чихуя-хуя. Которые в любой момент могут проснуться и сказать, есть давай. Потому что их мамочка уже молоком не кормит. Спасибо. Спасибо за поддержку. Так, конечно, ну а как? Тем более, когда сказали, что последствия могут быть очень страшные и ужасные. То есть это, конечно, какой тут зуб? Ничего страшного. Выпадут все вставную челюсть и вперед. Конечно, на них в первую очередь. Потому что как же они, наши преданные товарищи. Вон все спят. Сейчас все наелись, нагулялись. А нагулялись, жара у нас страшная стоит. Тридцать шесть, тридцать восемь где-то. Шпицам так вообще сложно гулять. И охладились тут кондиционер. Слава богу, работает. Электричество есть сейчас. И все спать завалились. И маленькие. У маленьких такие вредины стали. Это просто какой-то кошмар. Закрываю их в комнате, чтобы пол помыть вот в общей комнате в зале. Чтобы они не мешали. Так, боже мой. Они так плачут и кричат. Как будто бы, я не знаю, их там лупят. Со страшной силой. А раз они плачут, кричат, мама с тетушкой начинает тоже переживать, скулить. Я думаю, соседи услышат, вызовут зоозащитников. Потому что малыши так сильно пищат, как ультразвук прям такой. Громко очень. Скажут, она издевается над животными там у себя. Хотя, конечно же, никаких издевательств нет. Это они просто придуряются. Просто неохота сидеть в заперти. Очень свободолюбивые товарищи. Теперь зелененькое добавлю. Сейчас вот зелененьким пройду. И уже пройду вот этот вот круг контуром. Потому что там подсохло. Уже можно будет пройти. Контур очень хорошо перекрывает все неровности. Какие, если получились при разрисовывании, то контур очень замечательно. Это все перекроет. А планов много. Я и для мыловарения прикупила кое-что. И вот для этих бомбочек купила наборчик маленький. Просто из-за формочек. И для гелевых свитчей. Но вот сейчас, надеюсь, с электричеством наладится. Потому что, в принципе, раза 3-4 в неделю я могу хотя бы на час выходить в эфир. Главное, чтобы было электричество. Потому что мобильный интернет просто не потянет тут он. То есть, его часто очень выбивает. Так как мы в частном секторе живем. И, видимо, здесь вышки не очень хорошо работают. То есть, нужен такой стационарный интернет домашний. Потому что такой он просто не вывезет. Потому что сентябрь сейчас начался. Дети-то в школу должны все идти учиться. И я думаю, тут вся улица-то будет возмущаться. Весь поселок. Что как так каждый день? Электричества нет. И надеюсь, что все-таки наладят. Вот тоже уже как привыкли к электричеству. Без электричества не постирать. Ничего не поделать. Ни телевизор, естественно, посмотреть. Прям тоска. Не поработать опять же. То, что для работы. Вот мне интернет нужен. И, конечно, тяжеловасто. Только выспаться можно. А выспаться не получается. Потому что сидишь и думаешь. Так, а вот это надо еще сделать. Вот это еще нужно сделать. Да, тут единственное еще, слава богу, плита газовая. То есть, спичками можно поджечь. А так, да, здесь вообще темнеет рано. Вот в Краснодаре уже где-то в 8 часов прямо тьма. Прямо вот. Все, ничего не видно. То есть, без фонарей на улице ничего не видно. Но, естественно, в доме тоже ничего не видно. То есть, что темнота прям темнейшая. А еще получается. В 8, например, в 6-7 выключат свет. И в 8 потемнело. Уже все. Даже на улице ничего не поделать. Собаки. Им скучно. Они ложатся спать. А потом в 2-3 часа ночи дают электричество. Начинают что-нибудь работать, будить. Эти просыпаются и говорят, Мать, а мы вообще-то выспались. Вставай давай. Побежали есть, пить, гулять, веселиться, отдыхать, там что-то делать. По крайней мере, точно нас накорми и погуляй с нами. И вот они уже потом собаки спать не дают. Говорят, все, все. Хора обалдеть. Мамань. Так что еще вот и с этим вот тоже получается. Ерундистика полная. Сначала сам не можешь ничего делать, а потом из-за того, что собаки тебя разбудили, и получается, что ты весь день в вареную ходишь. И я вот, конечно, очень надеюсь, что наши соседи-любители короткие, у них все-таки дети школьного возраста, что они сейчас станут немножко потише. Ну что ж, больно певучие. Вся семья причем. Хоть бы пели бы у себя дома, то есть это... Ну ведь нормальный человек должен понимать, что не всем интересен их репертуар. Я понимаю все. Мы были молодые. Я не против, что люди там собирают пьянки, гулянки, веселятся, включают громко музыку. То есть это все понятно, и нужно принимать это и понимать. Но... Когда, например, раз в неделю люди погудели. И нормально. А когда люди каждый день слушают караоке, и они очень часто, они так хитро тоже делают, то есть они очень законопослушные, они часто это делают на полную катушку, что у себя дома с закрытыми окнами телевизор не слышно. Но они делают это до 10 вечера. То есть по закону к ним претензий нет. То есть ничего ты не можешь сделать, ни милицию не вызвать, ничего. Но с утра до вечера эта музыка так по мозгам набьет, что потом просто уже к обеду голова квадратная, не то что к вечеру. Там уже вообще ничего в этой жизни не хочется. То есть вот это, конечно, с такими законопослушными соседями бороться очень сложно. А сами люди не понимают. Вот я только надеюсь, что учебный год как-то немного уймет их страсть к пению. Может, они так на каникулах летом себя вели? Так. Там смс-ка ко мне прискакала. И скоро Доня должна, наша девчонка, пушистая. Вообще у нее скоро должно начаться это мероприятие. Женская течка. Ее женское дело. И, наверное, тоже ее буду выдавать замуж. Тем более тут такого жениха нашли прямо. Красавица. Прямо. Как-то тут быстро получилось у меня найти женихов и Веги, и Дони. И женщина-заводчица такая хорошая. У нее 50 собак. Там просто куча. Куча мала. Очень много. Нет, наверное, если бы я жила в своем доме, именно в своем, то есть я никуда бы не ездила, ну, 50 я бы не осилила, конечно. Нет, это... Я бы не выдержала. А ну, штук 6-7 у меня бы было, мне кажется. То есть еще бы парочку завела. Животиньков. Единственное, наверное, я бы заводила сейчас вот, ну, по своему характеру, по своей лени. Все-таки не шпицов, а что-то из гладкошерстных бы выбирала. Потому что все-таки шпицульки очень требовательны к шерсти. То есть нужен большой уход за шерстью. Не дай бог алопец или еще что-то. То есть тут, конечно, забот много. И вычесывать нужно постоянно. И вот если жить в своем доме, колтуны появляются, потому что они же бегают, везде в траве все это путается. То есть не уследил где-то. А шерсть пушистая. То есть уследить тоже очень сложно. Не всегда все увидишь, не всегда все заметишь. И, наверное, бы я бы выбирала гладкошерстного кого-то. Но это я же опять говорю по своему характеру. Тут, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. И большинство же людей адекватных, которые берут одну собаку, и все. Но не так, как я. Мне нужно и одну, и вторую, и третью, потом и четвертую. Но сейчас вроде бы угомонилась немножко. Потому что непонятно, насколько я здесь в Краснодаре буду. А еще у меня опять кошка-кошка вернулась ко мне. То есть, которую мне кошку давали на передержку. И сейчас она опять со мной. Ее увезли потом в Краснодар. Я, честно говоря, думала, что она никогда ко мне не вернется. А сейчас ее опять мне оставляют. То есть, кошка-кошка. Еще у меня пятый питомец появился. Без моего ведома, можно сказать. Без моего ведома, без моего желания. То есть, ну, куда деваться. Семья это делает такое. Нужно друг друга выручать. Куда деваться. Значит, будет со мной еще жить кошка-кошка. Единственное... Нет, конечно, хорошо, у нее когтей нет. То есть, у нее удалены когти. Но она иногда залазит куда-нибудь на верхотуру и бьет собак. Знает, что они ее достать не могут. И лупит их. Ну, вот хорошо, что нет когтей, что глазоньки-то не повыколупывает. А так бы, конечно, я бы очень опасалась бы этого. Ну, придумывали бы какой-то выход, находили бы. Мирили бы их. Приучали бы друг к другу. Еще знаю... Не пробовала, правда, ни разу. Есть на когте такие накладочки резиновые, чтобы кошки и коты ничего не драли и никого не царапали. Но насколько это эффективно... То есть, это я не в курсе. Я только их видела в продаже. Насадочки такие силиконовые. Но по эффективности неизвестно. Ну, и, наверное, тоже, опять же, от кошки зависит. Кто-то будет снимать их, кто-то нормально относится к этому. Так. Одна красочка, цвет забрызган. Чуть-чуть промыла. Немного золотой красочки добавлю. Даже, честно говоря, не знаю, как вот эта акварельная золотая будет. Вообще, выглядеть золотым не будет. Ну, сейчас посмотрим. Заодно и узнаю. Если вдруг внезапно эфир прервется, надеюсь, что нет, это значит, опять у нас вырубили свет. Но вчера только пару раз отключали, но прям буквально на 5 минут. Но эфир бы все равно прервался. Хоть 5 минут, хоть 3 минутки. Донечка уже там что-то лает, возмущается в комнату. Она любит в комнату уйти и оттуда лает, зазывать всех. Типа, приходите ко мне в комнату, мне тут скучно одной. А буси всегда ложится под меня. То есть, и мне нужно всегда очень осторожно двигать стул, потому что могу его придавить. И сколько бы я его не выгоняла из-под стула, что выходи, я же пододвину стул, и тебя могу прищемить. Нет, все равно залезет. Бесполезно. Насчет этого он большой безобразник. Ой, наверное, вот я сейчас все вот это золотом закрашу, а потом некоторые моменты просто прокрашу. Да. Добавлю яркости. Мандала же типа денежная вот эта вот. Пускай будет богатая. С золотым цветом, а потом добавлю еще элементы какие-нибудь яркие. Раз она подсохнет, пока я круг пройду, и уже можно будет добавить яркости. Ну и, конечно, конторами пройдусь. Так, сейчас вот это все закрашу. Что тут еще не прокрашено? Ну, немного, конечно, наверное, вам не видно, но чуть-чуть с золотистым отливает. А сейчас посмотрим, как будет высыхать. Ну и в любом случае, контура, яркости, конечно, и объема придадут. Криловые сейчас краски так сильно подорожали, что вот для декоративных работ, если я раньше покупала постоянно, по-моему, да, вот этот комплект Мандал заказывала на Озоне. И там, посмотрите, выгоднее заказывать, где наборы идут по 4 штучки. Потому что одна вот такая штучка в районе 500 рублей Мандала, вот большая, маленькие есть там и по 300, и по 400, но прям малышки, то есть 15-20 сантиметров. А за 4 штуки вот больших 32 или 33 сантиметра в диаметре я заплатила или 830 рублей, или 930 рублей. Вот сейчас точно не помню, врать не буду, но получается очень выгоднее гораздо. Как бы за раз заплатили чуть-чуть побольше, но зато прямо сэкономили очень сильно хорошо, потому что за одну 500 рублей как-то это дороговато или 400. Конечно, может быть, это я не нашла других цен, но вот я смотрела, и те, которые мне нравились, узор, все, то есть 400-450 за штучку. Как-то это все-таки, когда можно купить 4 штуки за 800-900 рублей того же размера, и пусть вы их не сразу же раскрасите там за год, но получается прям экономия хорошая. Единственное, если ни разу не пробовали, то можно купить прям какую-нибудь самую маленькую, дешевую за рублей 100, там, 150, чтобы попробовать, что вообще вам понравилась эта идея или нет. А потом уже смотрите все-таки комплектами, потому что экономия у вас получится очень даже приличная. Пришел набор очень аккуратно запакован, то есть тут никаких нареканий ни к продавцу, ни к перевозчику нет. И там даже в наборе шли 5 штучки, я их уже припрятала куда-то, 5 штучек акриловых красок и 4 штучки лака акрилов. Ну прям маленькие вот такие малышечки. Но, конечно, для разукрашивания 4 мандал этих цветов не хватит. То есть прям совсем даже если сильно-сильно экономно будете использовать, все равно не хватит. Поэтому как бы докупать все равно краску придется. Ну тут уже можно варьировать. И гуашь можно использовать, и акриловые краски, и контура. То есть тут что вашей душе угодно. И фломастеры, цветные карандаши, восковые мелки тоже хорошо подойдут. То есть тут вообще, что, грубо говоря, у вас дома есть, у детей, что есть у внуков, можно использовать все, что угодно. Можно даже какими-то стразами, камушками выложить. Тоже будет красиво. Если занимались мозаикой, например, то там камушков всегда остается очень много. Можно камушки наклеить. Единственное, если вы будете камушками обклеивать, деревянная поверхность очень хорошо впитывает все клей, и они у вас будут отпадать. Лучше тогда акриловым лаком пролакировать на пару раз, и потом уже обклеивать. Тогда у вас стразы и камушки будут хорошо держаться. А иначе деревянная поверхность впитает весь клей, и они отвалятся со временем. То есть могут не в первый же день отпасть, а со временем точно отпадут. Потому что такая фанера очень хорошо вся впитывает. А так у вас уже надежно приклеится, и все будет держаться долго и прочно. Что там просыпается? Милуся? Милуська, а тебя что, дети разбудили? Милуся, а кто ко мне пришел? Иди, иди возьму, иди возьму на ручки. Идем, идем, девочки. Вот, 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 вот они. Ты мне будешь помогать? Ты мне помогать будешь, да? Ты мне помогать будешь, да? Вот так вот. Конечно, как без тебя-то? Ты же умная, такая помощница. Да, умная помощница. Кази, музыка прям засыпальная, да? Засыпальная музыка. Я вас всех усыпила. Пришла помощница главная. То скажет, чем-то мать занята, там непонятно, надо пойти проверить. А то вдруг помощь нужна. Да? Ты же помощница у меня. Все остальные пока спят. Ну, как ты тоже сённая. Ты сённая, прессённая. Ну, успела проснуться, уже на ручке надо. Мне вот больше нравится работать с кисточками, которые помягче. Но тут уже тоже кому как удобно. Ну, уже половину круга прошла. И потом, можно сказать, уже украшательством можно будет заниматься. Добавлю вот эти вот пятна поярче сделаю. Красненького немного добавлю. Ты что, дорогая, ты замёрзла, что ли? Ты замёрзла у меня маленькая. Мышка дрожащая. Мышка дрожащая. Мышка дрожащая. Конечно, роспись мандала – это такое спокойное занятие. С мыловарением, с декупажем. Там поинтереснее, побыстрее процесс идёт в смысле. Ну, тоже очень много времени уходит на подготовительные работы. Загрунтовать, там, например, в декупаже. Вот это как бы такое неинтересное, да? Прежде чем приступать к декору, то есть тоже это много времени занимает. Я, когда занимаюсь декупажем, я стараюсь сразу же несколько заготовок загрунтовать. Один день потратить, и уже, чтобы потом заниматься более интересными вещами. Уже декором, там, поклейкой салфеток, рисовой бумаги. То, что грунтовать – это не больно, то уж и интересно. Так себе занятие. Сейчас вот тоже про зону спрашивали. Хотела ещё на Валберисе посмотреть. Ну, что-то меня прямо запугали, что сейчас на Валберисе идут большие перемены. Там в руководстве всё меняют. Не в смысле хозяев, а вот эти топ-менеджеры. И меняют правила, и то, что сейчас вообще будет и товар идти гораздо дольше. И если ещё тебе что-то не подошло, или пришёл брак, ты всё равно должен за это заплатить. Минимум 100 рублей, чтобы отправить обратно. То есть, как бы, там вообще непонятности у них начинаются какие-то. И вот там просто знакомые работают на Валберис. И сказали, что лучше пока постараться там не заказывать, потому что у них очень большая перетрубация, и товары могут вообще зависнуть очень-очень надолго. Там малыш один проснулся, хомячик пошёл. Продвижение предлагают. Спасибо. Как-нибудь сама потихоньку. На рекламу денег нет. А, вот, на разные товары разная стоимость. Понятно. То есть, вам тоже пришло что-то неподходящее, и пришлось ещё доплачивать. Да-да, на Валберис. На зоне-то вот нет пока такого. Вот на Валберис сказали, что лучше повременить, и пока не заказывать. Ещё и у них вот с доставкой, с логистикой, что-то там какие-то перетрубации происходят. Что? Сказали, лучше подождите, вот что пока у них опять наладится это всё. Иначе можно сидеть и без товара, и без денег. Непонятно, как это, что будет в дальнейшем. Что, тебя проверить надо идти? Скажи, там один проснулся у меня. Племянничек. Или не пойдёт? Тюх, тюх, лапой. Тюх, тюх. Ну, давай, иди, солнышко. Маленькие любопытки, им же всё нужно. Всё нужно знать. Что я тут делаю? Зачем я тут делаю? Мне кажется, самая любопытная у нас Миланка. Миланка-хулиганка. Ей нужно всегда всё проверить, за всеми проследить, всех проконтролировать. То мало ли кто, что без её участия останется. Золотишком остался буквально пятачочек. Я, наверное, сейчас всё до разукрашу, а потом уже пойду спокойненько контурочком прорабатывать. Ой, там Доня внизу с мелким щеночком возюкается. Ну, всё, проснулись. И Доня меня по ногам внизу скребёт. И Вигуська проснулась. Идите пока с малышами забавляйтесь. Маленькие забавки. Сейчас, извините, пожалуйста. Отвечу. Светуль, так, может, не надо? Может, я тебе обратно отправлю? Вы же там практически не живёте и не находитесь. Как-то даже неудобно. А, кстати, привитик-привитик. Не поздоровалась даже. Просто ответить нужно было. Да, вот так вот это сейчас получилось с золотистой красочкой. Но на видео не так сильно видно. И вот тут вот уже немного просохло. Я, наверное, да, пройдусь сразу же по всем элементам, а потом уже начну расписывать контуром. Наверное, добавлю здесь красных, оранжевых таких тонов. Золото, что с красным, что с оранжевым, хорошо сочетается. О, вот это уже сухенько. Вот главное, то есть проблема с акварельными красками, что они по древесине очень сильно растекаются. По вот этим волокнам древесным. Ну, ничего, это же все пробы. Мы не волшебники, мы только учимся. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Вот так вот все приятнее, приятнее уже такая более нарядная получается. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Сейчас, извините, быстренько отвлекусь, потому что тут мне одна ситуация прям сильно не нравится. Сейчас отправлю. Сейчас, извините, одну секундочку. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Да, вот здесь вот небольшие, такого красненького добавлю цвета. Вот эти вот. Потому что вот здесь прорисовки много будет контурной. Но прям сильно растекается, когда вот маленькое что-то. Видите, как сильно растеклось. Ну ничего, я так говорю, контурочком потом все это, как раз тут место есть для обводки. Чуть-чуть делаешь, и оно остальное все расползется. Акриловыми, конечно, красками так не будет. То есть, как вы нарисовали, если, конечно, вы не сильно водой разбавили, так оно и останется. Ай, все проснулись. Сейчас он час закончился у малышни. Сейчас начнут тявкаться. красный, другой, просто бордовый, такой более насыщенный. Как мы podía Вот. Ай. 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 я и так очень очень мало то есть это прямо если еще меньше буду как бы это окунать в водичку то прямо на совсем уже не будет рисоваться прям вот я чуть-чуть подмачиваю как бы чтобы красочка хоть набралось но сейчас вот увидите контуром все это перекроется контуры волшебная вещь раз краска растекается значит найдем вариант другой как это перекрыть закрыть то есть это но спасибо за идеи спасибо тогда и а и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас вот этот последний элемент и раскрашиваю и уже приступлю к контурной работе Уже можно сказать к завершающему этапу Полностью сегодня завершу или нет, конечно, не могу сказать Потому что от контура тоже руки сильно устают, а тут контуром работы очень много Так кто у меня там чавкает? И гусенок чавкает И гу-гусечка чавкает Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я прям сижу и у меня одна мысль покоя не дает Мне люди перевели деньги Я считаю, что они мне перевели больше Сейчас давайте я на минуточку кисть отложу И верну деньги Потому что так неправильно Они просто неправильно посчитали А они никогда не скажут Сейчас я вот прям прошу прощения Потому что мне это покоя не дает Вот Так Вернуть Вот Так Так Ага Сейчас Так Господи Как сообщение писать Я с этими цифровыми технологиями Как обезьяна с гранатой Субтитры был цветулечка спасибо большое за деньги что перевели но я в половину вернула хоть у меня сейчас и денег мало но все равно как-то нехорошо получается целую обнимаю вернула половину туда же с той карты на которую вы мне с коротковым не послали на повернула хорошего денечка все терьма и душа спокойно ты нехорошо пользоваться порядочностью людей такие люди которые дали больше и сроду не скажет потому типа дал и дал все уже у меня прям сердце не на месте нужно же отправить а люди как чувствовали я на бегуську потратила все деньги можно сказать у меня в кошельке осталось тысячу рублей наличными не набезнали то ли 650 то ли 750 рублей и хоп деньги перевели да еще и больше чем нужно обалдеть о тявкалки начали бегать носиться 3 лепесточка вот вместе с этим осталось до кольки это донька сейчас песни поет все теперь можно приступать с контурным работам милусечка если ты меня будешь так вот лапочками копать то у меня будет контур сбиваться милусе милусе я уже начала так милуся давай еще хотя бы 15 минут я хотя бы часть закончу ты посмотри какая ты вредина у меня уже потек контур все милуся милуся нет бодает меня и все посмотритесь к заразе на какая милусик да я хотя бы несколько лепесточков сделаю чтобы я показала как это будет дальше идти милуська мне кажется самая такая требовательная прямо вот в рейдинг если хочет чтобы гладили гладьте меня и все тут нечего придумала надела у меня какие-то фигней какой-то занимается контуром главное работать не торопиться и тут меня милуська подергала меня тут капля большая получилась сейчас они вот все встали сейчас начнут меня дергать уже правда как детский сад то есть сейчас скажу так вот здесь вот вот без контура и вот с контуром то есть это то есть внешний вид конечно же сразу же меняется сейчас полностью пройдусь вот здесь вот контурком и и сейчас вот вам на красных и как раз на этих покажу что как оно изменится неопрятный вид превратится в такой более хороший ну и конечно когда контур высохнет это все уже будет смотреться еще лучше что золотая краска впиталась и практически не видать стало нужно было на два раза и даже покрасить вот я не думала что настолько она прям совсем впитается так так Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»